Компания из Перми взялась обеспечить завтраками школьников Ярославля. Такая парадоксальная ситуация сложилась по итогам открытого электронного аукциона. Уральская фирма предложила лучшие условия, а насколько они выполнимы, стало ясно сегодня, когда контракт с победителем расторгли. Моя коллега Ирина Ануфриева выяснила, как пермские повара пытались, да так и не накормили ярославских учеников. ООО «Стабильно вкусное питание» и место регистрации – город Пермь. Именно эта организация с сегодняшнего дня должна была снабжать школьными завтраками 35 школ Ярославля. Как случилось, что первым потеснило на этом рынке услуг местное предприятие, соцсферу и соцпитание? И почему кормить наших школьников должна компания, расположенная за тысячу километров от Ярославля? Ответ, как объясняет директор городского департамента образования Андрей Сибриков, кроется с пресловозом в 94-м федеральном законе. Вопрос с питанием школ теперь решается на открытых электронных аукционах, а побеждает на них тот, кто называет в ходе торгов наименьшую цену. Конечно, для нас очень неожиданно, что на этот аукцион вышла компания о стабильно вкусное питание, которое зарегистрировано в городе Пермь. В Ярославле эта организация не работала еще никогда. В соседних регионах эта организация тоже не работает. Там на аукционных площадках снижение цены контракта шло до 40 и больше даже процентов. Мы все были вообще озабочены, как на эти средства можно обеспечить гарантированное питание школьников. Пермь выиграла, но вот приступить к работе не смогла. Более того, сегодня компания уведомила департамент образования, что разрывает контракт. Руководитель этой пермской фирмы нам постоянно говорила, проблем никаких не будет, мы это все сделаем. Хотя мы, честно говоря, не очень понимали, как можно сделать. Наш вопрос просто упирался в кадры. Кто будет это делать? Почему-то эта пермская компания и руководитель рассчитывала на то, что люди, которые работали и работают в социальном питании, в социальной сфере, просто-напросто перейдут и в один день начнут работать в новой организации. Этого не произошло. Поэтому сегодня, когда вопрос очень остро уже встал, вынуждена была эта организация отказаться от результатов конкурсных процедур, с чем сегодня она из города уезжает. Завтра и до 2 апреля, начало четвертой четверти, школы будут кормить в привычном режиме. А потом новый аукцион, на который, как выяснилось, может выставиться любой. Вновь это собирается сделать и пермская компания. Вот только соответствие буквы закона, как показалось сегодняшнее развитие событий, может обернуться боком школьному питанию. В 80-й школе, где сегодня должна была дебютировать Пермь, завтраков и обедов не было. Завтра, говорят в департаменте, ситуация исправится. Ирина Ануфриева, Михаил Орлов, Городской телеканал.